Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участницы сегодняшней встречи. В первую очередь, позвольте, Александр Григорьевич, поблагодарить вас за такую... Я думал, поздравить. Поздравить тоже, кстати, Александр Григорьевич. 23 февраля было недавно. Вот мы вас поздравляем от всей души. Я и сейчас буду. Вы наш истинный защитник, это правда, поэтому от всего сердца. Я все говорю, женский президент, женских президентов поздравлений нет. Девочки, исправляем ситуацию, поздравляем, Александр Григорьевич. Спасибо. Напросился, спасибо, спасибо. Спасибо. Наши девушки очень искренне, Александр Григорьевич, у нас по-другому не бывает. Спасибо. Спасибо. Так вот, позвольте поблагодарить вас за эту, правда, уникальную возможность. Поверьте, для каждой сидящей в этом зале женщины, женщина это не просто встреча. Это уникальная возможность и услышать, и увидеть вас. Вот я впервые так рядом с Александром Григорьевичем. И понимаете, увидеть и услышать без посредников в лице средств массовой информации. Потому что они, конечно, молодцы и все передают точно, но вот та энергетика, которая будет здесь сегодня, я думаю, непередаваема никаким средствам массовой информации. Мы очень волновались, мы готовились и очень надеемся, и я уверена в том, что у нас получится такой позитивный и конструктивный сегодня разговор. В зале представительницы Белорусского Союза женщин, самые активные участницы нашего движения, потому что всего их здесь 600, а вообще нас более 170 тысяч. Это женщины, безумно любящие свою страну, безумно преданные своей стране. Это женщины-патриотки своей страны и, не побоюсь этого слова, пропагандистки. Пропагандистки всего того хорошего и позитивного, что есть в нашей стране. Это те женщины, которые помимо своих служебных непосредственных обязанностей находят время для активного участия в общественной жизни. Это их веление души и сердца. Они это делают, потому что они это действительно любят. Если честно, я готов к открытому, честному разговору. Это не просто заявление, вы знаете нашу систему власти. Если мы о чем-то договоримся, то это обязательно будет реализовано в нашей стране. Поэтому наша сегодняшняя встреча, возможно, по каким-то вопросам будет определяющей. Но моя встреча с вами, вот эти первые минуты, они даже меня, опытного человека, как-то сконфузили. Или оконфузили, как у нас в народе говорят. Я, конечно, понимаю, что женщины ко мне хорошо относятся, потому что я ваш самый ярый сторонник. И человек далеко не идеальный, но исключительно преданный женщине. И считаю, что наша природа ничего более совершенного не создала, чем женщины. Это не потому, что я у вас, это мое твердое убеждение. Поэтому я действительно готов сегодня разговаривать с вами. Это непросто, поверьте мне, непросто настроиться, во-первых. Но, во-вторых, опыт у меня был, когда на заре своей юности я работал в комсомоле. Меня направили в организацию, где было 1200 женщин и я один. Секретарь комитета комсомола. Поэтому общение с женщинами, преданность ей этой женщине. У меня одна мать была, я воспитывался в женском коллективе. Вот это все оттуда. И я прекрасно понимаю, что такое женщина, ее роль в нашем обществе. Честно, вчера, готовясь к этой встрече, я думал, а почему вы до сих пор не стали партией? Мне, конечно, нельзя быть ни в одной из партий. Александр Игоревич, мы исправим ситуацию, если будет такое... Нет, нет, я вас не толкаю к этому. Вы знаете мое отношение к партийному строительству партий. Все должно быть естественно, все должно быть созреть. Никаких там провластных и прочих партий. Партии должны выкристаллизовываться сами, если мы действительно хотим, чтобы в будущем у нас были действительно настоящие партии. Поэтому мне кажется, что если бы женская партия была у нас, а ей просто соперников не было, равных бы просто не было. Я это искренне говорю. А в то же время подумал, ну, в принципе, зачем, когда люди не очень-то воспринимают партии? Вы и так, оказывается, колоссальное влияние, участвуете во всех политических и прочих процессах. Поэтому, может быть, не надо. Господь вас пока держит так на расстоянии от этой бешеной партийной жизни. Но на протяжении очень долгих-долгих лет в Беларуси сохраняется добрая традиция поздравлять самых сильных, мужественных, красивых и надежных наших любимых в первые дни весны. Праздник 8 марта стал для нас поистине всенародным. Это не только возможность поздравить, поблагодарить женщин за понимание, за вашу преданность, доброту, чуткость. Это еще один повод задуматься об их роли в обществе. Ответить на вопросы, все ли мы сделали, чтобы наши матери, жены, сестры, дочери были счастливы. И что еще надо сделать, чтобы наша Беларусь была краше и могла соответствовать красоте нашей женщины. Еще один убежденный тезис. Красивее белорусских женщин нет в мире. Опять. Это я говорю не потому, что вы передо мной сегодня. Послушайте, я за свои годы президентства видел огромное количество женщин. Огромное. На разных континентах. На всех континентах мира. И всегда думаю, нет, все-таки белорусские – это наши, это лучшие. Отторжения нет никакого. Это мое тоже твердое по жизни такое убеждение. Может, я не прав. Я уверен, что не все люди такую точку зрения поддерживают. Но это у меня сложилось по жизни. Ну, поэтому, в том числе, я принял приглашение ваше поговорить на эти темы в канун нашего международного праздника. Именно вы, присутствующие в этом зале, и еще 170 тысяч активов Союза, особенно остро, чувствуете ответственность за судьбу своей страны, переживаете за ее будущее. Это неоспоримо. Вы здесь на первом месте. Вы и только вы являетесь впереди в авангарде вот этого патриотического движения. Именно вы любите так свою страну, родину, как никто другой. Этому есть соответствующее обоснование. Как бы мы тут ни кичились, я могу, конечно, поспорить, но наше будущее любой страны, конечно, в молодежи и в детях. Но кто больше детей любит, чем? Я говорю, что я с вами могу тут поспорить лично. Но, тем не менее, отдаю пальму первенства вам. Вы и только вы любите детей, любите поэтому будущее. Вы хотите, чтобы у нас было тихо, спокойно, и наша страна процветала. Будущее государства – это будущее наших деток. Поэтому так важен ваш женский взгляд на развитие общества. Белорусский союз женщин, ровесник независимости. Я помню первую встречу в 96-м году мы открывали столичный центр социальной поддержки вашего союза. После чего такие учреждения были созданы по всей стране. И подобных инициатив за эти годы было немало. Союз развивался, взрослел вместе с нашей государственностью. Женское движение за сравнительно короткое время стало той силой, с которой нельзя не считаться. Вы были и остаетесь одним из столпов гражданского общества. Это тоже было мое настояние. Если у нас есть гражданское общество, то одна из опор – это женщины. Так было. К чему это привело, вы сейчас поймете. Результаты прошедшей избирательной кампании тому подтверждение. Женщины составляют треть депутатов парламента, а тысячи – представительниц прекрасного пола, избранные местные советы депутатов. Многие сегодня здесь, в этом зале. И я вас поздравляю с этим доверием нашего народа. Абсолютно логично, что с преданием конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию возрос и статус нашей организации. Вы получили право делегировать в состав ВНС своих лучших представителей. Отношение к женщине в нашем обществе особое. Этому есть объяснение. Оно из нашей истории. Белорусская женщина наравне с мужчинами разделила тяготы военного периода. Спасала раненых на поле боя. Трудилась в тылу. Оказывала помощь партизанскому движению. Подпольном движении участвовала. Ей выпала нелегкая доля восстановления страны в послевоенные годы. Потеряв на фронте мужей, отцов, сыновей, наши бабушки и матери нашли в себе силы возродить страну заново. И надо иметь в виду, что на этом куске, клочке земли, где расположена наша Беларусь, вообще мужиков не осталось. Все были уничтожены. Или на фронте, или в партизанах, или в подполье. И вот эта земля, политая кровью и потом, прежде всего, наших, ваших предшественниц, женщин. Когда вновь встал вопрос сохранения государства, вы внешне такие нежные, хрупкие, ранимые, оказались тверже металла. И в этом были примером для мужиков. Мы просто не имели права быть слабее, не могли предать вас, благодаря чему вы стояли и вместе победили. Благодаря этому мы и есть мужики. У вашего союза есть телепроект. Я очень часто смотрю отдельные эпизоды его. Белорусская супер-женщина. Это действительно о вас. Хорошо, что вы рассказываете о лучших представительницах вашего сообщества. Белорусские женщины – настоящие друженицы. Вы вносите значительный вклад в экономику страны. Реализуете себя во всех отраслях, в том числе в высокотехнологичных и инновационных секторах. Нет тех высот, которых не достигли бы вы, белорусские. Уже совсем скоро наша соотечественница отправится в космос. Есть области, где мужчинам сложно, а порой невозможно превзойти женщину. Без вашего деятельного участия было бы просто немыслимо развитие важнейших для общества сфер медицины и образования. Лечение – это же не только скальпель и лекарства. Это прежде всего нежные, аккуратные, заботливые глаза женщины, когда ты приходишь к врачу в том числе. Наши женщины-творцы не только решают повседневные задачи, но и справляются с крупными проектами, инициируют и воплощают в жизнь новые идеи. Женщины играют важную роль в укреплении мира и безопасности. Вообще, если бы вас не было, мужики одурели бы уже давно и воевать начали, даже в Беларуси. Я говорил еще раз, повторю, вы наше самое эффективное дипломатическое оружие. Горжусь тем, что в Беларуси многие женщины занимают высокие посты в государственных органах, общественных организациях, руководят предприятиями. И на каждом участке доказывают свою компетентность, профессионализм и преданность Родине. Я вообще с уважением отношусь и радуюсь, когда женщина руководит той или иной организацией, особенно очень серьезной. Очень сожалею, потому что на нее плечи ложится тяжелый труд, но уверен. Разные, конечно, есть люди, но я уверен, в подавляющем большинстве женщина не предаст и не будет заниматься тем, чем мужики порой занимаются, а потом идут на отсидку, знаете куда. Вот коррупционеров среди женщин практически нет. Поэтому мое чрезмерное уважение, респект и доверие вам, женщинам. Поэтому у нас и в парламенте, и в других органах власти, ну минимум треть, а в местных органах власти, так вас, может быть, даже и большинство, мы сейчас пытаемся это посчитать, все здесь новыми выборами. Поэтому все разговоры о гендерном равенстве для нас абсолютно не актуальны. Положение женщины в белорусском обществе определяется ее профессионализмом, образованностью, уважением и чутким отношением со стороны мужчин. И государство для этого создает соответствующие условия. Баланс трудовых семейных обязанностей, создание максимально комфортных условий для реализации себя и в карьере, и в почетном статусе мамы – одна из приоритетных задач. Мы предоставили женщине возможность трудиться неполное рабочее время по гибкому графику или дистанционно, например, дома. Теперь вы можете зарабатывать и решать домашние дела, не тратя время на дорогу в офис. И это только начало. Я, конечно, против этого. Я сторонник того, что женщина, впереди мужчины и в офис, и на танцы, и на свадьбы и прочее шла, была впереди. А замкнуть ее дома, чтобы она там по кухне бегала и готовила мужикам и детям есть, и чтобы она дистанционно где-то чем-то управляла – это не мое. Ну, вы же так захотели. Я думаю, пройдет немного времени, вы от этого откажетесь и потребуете от нас, чтобы мы вам создали нормальные условия трудиться, быстро доходить или доезжать до офиса и работать там. Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной школы, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость, тогда и вам удаленка не нужна будет. Но помните, истинное предназначение женщины на земле – материнство. Какие бы там у нас ни были розовые, разноцветные и прочее на Западе, как эта волна, это может уже и к нам подвигается, к сожалению, кроме женщины, настоящего наследника для нас родить никто не сможет. Женщина-мать – не только хранительница семейного очага, но и традиционных основ нашего общества. Воспитывая детей патриотами, вы укрепляете государство, закладываете надежный фундамент будущего нашей Беларуси. Поэтому рожайте, растите, берегите наших детей. О мире достаток мы постараемся, мы обязаны вам обеспечить. Знаю, всех матерей и тех, кто готовится ими стать, волнует вопрос, будет ли государство и дальше поддерживать материнство и детство. Вы правильно чувствуете нить, суть этого вопроса. Это очень недешевое дело. Мы самое-самое социальное государство. У нас, наверное, десятки, а сотни льгот для населения и прежде всего для женщин. И семейный капитал – это миллионы долларов. Поэтому вы так это тонко чувствуете. А выдержит ли государство? Сможет ли оно? Смею заверить, при любых условиях и обстоятельствах наше государство будет нести эту нагрузку в полном объеме. И если нужно, за пределами этих объемов будут выплачиваться с тенденцией к росту детские пособия. Никто не покушается на отпуска по уходу за ребенком. Мы изыщем нужные средства, чтобы детская медицина шла в ногу с мировой. Мы близки к этому. А детские оздоровительные центры были образцом для подражания. Помощь государства, несомненно, очень важна. Но не менее важной для каждой женщины является поддержка мужчины. Потому что мужчина в семье – это не только материальное обеспечение, но, в первую очередь, надежное плечо в домашних обязанностях. Приучайте к этому потихоньку мужиков. Ежедневно и ежечасно, чтобы они участвовали в воспитании ребенка. Не только мальчикам, но и девочкам. Кстати, по вашему предложению установлен новый праздник – День Отца, 21 октября. Он естественным образом вошел в нашу жизнь. Это еще одно подтверждение, что мы делаем многое, если не все правильно. И коль уж вы пригласили меня на серьезный разговор, то я хотел бы ваш союз, прежде всего, попросить взять под свой материнский контроль ряд важнейших для нашего общества вопросов. И совсем немного, но они очень важны. Прежде всего, женское здоровье. Слоган одного из проектов Союза – «Здоровье женщины, здоровье нации» – это абсолютно в точку «Это правда». Наша страна принимает беспрецедентные меры по защите материнства и детства, сопровождению женщины во время беременности. Предусмотрено бесплатное предоставление процедуры ЭКО. Ежегодная диспансеризация. Но все меры государства тщетны, если женщина сама не будет бережно относиться к своему здоровью. Находите. Как бы ни было сложно, а это найти можно. Дело не в вашей занятости. Находите часок времени для того, чтобы размяться, растянуться, пробежаться, пройтись, чтобы вы продышались и чувствовали себя веселым, бодрым, потому что отсюда все болезни – от головы. А голова – это ваше удовольствие. Найдите время, час, чуть больше, может, кто-то для того, чтобы получить это удовольствие. Пропаганда семьи с детьми. Беларусь женщин должен стать стеной на пути продвижения в обществе чуждых и прочих современных извращений. А их будет все больше и больше. Только женщина, испытавшая радость материнства, знает, что это и есть настоящий смысл жизни. Его не заменят ни престижные должности, ни заморские курорты. В детях – наше и, прежде всего, ваше продолжение. И еще о чем попрошу вас и всех представительниц прекрасного пола. Оставайтесь для нас, мужчин, надежным тылом. Ну, настоящими. Чтобы мы, глядя на вас, с ума сходили. Больше ничего не надо. Мы все потом сделаем. Мы сделаем все для того, чтобы Беларусь в это сложное время не просто выстояла, но и вышла из всех испытаний окрепшей, развитой и закаленной. Дорогие наши женщины, во все времена материнская ласка, женская любовь хранили Беларусь. Беларусь, оберегали от ненасти, лечили израненные сердца, придавали смысл жизни и силы в борьбе во имя Отечества. Если уж честно, то и все мы, мужики, живем прежде всего во имя и ради вас. Вы – наша Родина, вы – наш патриотизм, вы – наше Отечество. И позвольте поблагодарить вас за вклад в укрепление семьи и семейных ценностей, и за ежедневный, ежечасный труд, милосердие вашу и доброту. Пусть каждая из вас, умудренная опытом или только начинающая свой жизненный путь, будет прежде всего счастлива. Счастье женщины – вот это самая великая ценность, потому что счастье женщины – оно огромное, оно всеобъемлющее, начиная от наших малышей и заканчивая нашей страной. Пусть в ваших домах всегда царит мир, любовь и, самое главное, детский смех. Желательно, не одного ребеночка, но троих. Вот единственное, это же единственное, что я прошу от вас. Для нас катастрофическая проблема населения. Мы ровно пошли по пути Запада. Ну, я думаю, мы в состоянии вместе с вами исправиться с этой ситуацией. Дорогие наши женщины, я прежде всего хочу в этот день обратиться к присутствующим. Вы знаете, вы же совсем не за деньги, бесплатно, несете вот эту добрую миссию патриотизма. Вы всех нас, и особенно молодежь, детей, воспитываете в этом духе. Вот это бескорыстие дорогого стоит. Я хочу вас за это поблагодарить, поздравить еще раз с наступающим праздником. Живите, любите, творите. Если вам нужна будет помощь, поддержка и забота, выработайте такой алгоритм, чтобы я вовремя мог вмешаться и оказать вам посильную поддержку и помощь. В этом вы можете не сомневаться. Спасибо вам огромное. Ну и по доброй традиции, по вашему предложению, прежде всего символично, потому что, если мы начнем всех награждать, а вы все заслуживаете наград, то если мы это начнем делать, это правильно будет, то, наверное, до следующего утра мы не разойдемся с вами. Поэтому символично, потому что что за встреча без наград. Ну а дальше этот процесс должен быть продолжен. Вы должны предлагать самых-самых лучших. Я всегда поддержу для того, чтобы наша женщина наносила награды нашей Беларуси. Позвольте мне исполнить эту конституционную обязанность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич. Меня зовут Юлия Крыницкая, генеральный продюсер столичного телевидения. Телекомпания «Столичное телевидение» совместно с Белорусским союзом женщин запустила новый телевизионный проект «Есть девчонка одна». Это аналог, ну можно так сказать по-белорусски, когда-то очень популярного проекта в советское время «А ну-ка, девушки». Цель нашего проекта – показать внутреннюю красоту белорусской женщины, а также сделать более популярными такие профессии, без которых, в принципе, невозможна жизнь нашего общества. Вот в первом сезоне у нас участвовали повара, социальные работники, воспитатели, наши доярочки. Сейчас вот начались съемки второго телевизионного сезона. И мы очень хотим пригласить вас к нам на финал реалиси-шоу, которое будет в октябре. Почетного зрителя. А, я подумал, что-то делать, но я могу драники приготовить. О, класс! Мастер-класс от президента будет по приготовлению драника. Ну это по своему рецепту. Может, вам не понравится? Как раз и женщина наша научится по вашему рецепту драники делать. Смотришь, и муж не сбежит, если что. Делаем высокие телевизионные рейтинги и долю. Хорошо, с пресс-секретарем определить, когда я куда должен прийти и приготовить драники. Спасибо вам большое. Спасибо. Я понимаю, что такой президент для Беларуси. При такой власти вы чувствуете опасность. Женщина действительно. Может быть, перебираете излишне, что никто нас не защитит, кроме него. Да нет, людей крепких достаточно, но вся проблема в том, что мы их порой не видим. Мы видим реальное, что кто-то может защитить. И поверьте, это тяжелое бремя. Но я понимаю, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Да, они, может, где-то есть эти люди, но они должны выйти на поверхность. Вы должны увидеть своего человека, который вас сможет защитить и который не пожалеет там своей жизни, как бы это пафосно ни звучало. Простите, я пока этому соответствую. И для меня лично это ничто. И не верьте вы, что я там кого-то что-то украл, где-то там миллиарды накопил. Их невозможно накопить открыто. Как ты их накопишь? И все же хранят в долларах. А доллары в банку закопаешь под дерево, завтра американцы покажут точку эту. Поэтому да не верьте вы, когда начинают об этом говорить, уберите. Никто же не взял до сих пор. Поэтому вы в это не верьте. Для меня вы меня просто поставили в такую ситуацию и вынудили меня быть, ну, скажем так, относительно честным по отношению к вам, к обществу, насколько это возможно. И я сказал, это тяжелейшая премия. Вот они там в этом клубе начинают что-то говорить. А я думаю, ну, они же мне верят. Я вижу, они искренне говорят. И не дай бог, я где-то отступлюсь и сделаю плохо. И их начнут же молотить прежде всего. А, вы же его там поддерживали. Он такой-сякой. И это все обрушится на вас. Кто-то там задавал вопрос. Пойдете вы на выборы? Я там недослушиваю. Пойду, пойду. Это не значит, что я уже решил и принял решение. Я просто им хотел сказать, да пойду, успокойтесь мне. И это не значит, что я сказал, там пойду или не пойду. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим выборам. А вдруг объявится человек, которому мы можем доверить. Но всякое может быть. Поэтому мы создали ВНС, чтобы вы знали. Не для Лукашенко. Я вот наелся уже вот так этой работы. Слушайте, это тяжелейший труд. Когда ты спать ложишься, думаешь об этом. Когда ты не спишь, думаешь об этом. И просыпаешься утром, ты опять об этом. Часто провожу пример, когда я работал в сельском хозяйстве. Важно было, вот там дождь или погода хорошая. Я 7 лет работал директором. Я вскакиваю и в это окно. О, дождик прошел. Посеяли только. Все, всходы будут, хлеб будет. Или засуха. Слушайте, думаю, ну вот я президент. Есть кому этим заниматься и прочее. Я каждый день открываю штору в спальне и там смотрю на улицу. Вот сегодня сухо. Думаю, хорошо. Дождик прошел. Морозится небольшой. Подсушило. Значит, можно пахать там, вносить удобрения, органику. Где можно? Уже на юге овес начали сеять. Как наши говорили, сей овес в грязь, будешь князь. Поэтому овес раньше сеют. И я все равно опять в это окно. Думаю, ну сколько можно вот так издеваться над собой. Но это моя жизнь. У меня нет другой жизни, кроме вас. И тем не менее, вы должны понимать, я не вечер. Вы будете жить при новом президенте. И это большая моя задача. Я же очень хочу, чтобы наша республика тихо, спокойно, пусть бедновато где-то, но мы жили на своей земле и развивались. Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич. Меня зовут Мария Полудень. Я инженер-программист Волковыцких электрических сетей. И также я являюсь председателем Волковыцкой районной организации Белорусский союз женщин. Я впервые на такой удивительной и доброй, теплой встрече, которая сегодня здесь. И в данный момент меня переполняет чувство гордости от того, что сегодня я, простой инженер-программист из простой семьи, имею честь лично обратиться к вам. Я хочу выразить вам слова признательности и огромную благодарность за мир и спокойствие в нашей стране. за то, что сегодня мы, белорусские женщины, матери, жены, дочери, можем спать спокойно. Спасибо вам за это большое. А вот вопрос у меня к вам будет довольно философский. Аристотель говорил, кто-то копит, словно должен жить вечно, а кто-то тратит, словно тотчас умрет. Уважаемый Александр Григорьевич, а как вы считаете, какой, по вашему мнению, должна быть женщина? Экономной хозяйкой, хранительницей домашнего очага, скромной в запросах и финансово организованной? Или все же женщина должна жить так, как она хочет здесь и сейчас? Видите, какие вопросы у наших женщин философские? Философский вопрос. Вы знаете, по поводу тратить и копить, ну, если нет накоплений, тратить что? Поэтому у нашей женщины все сбалансировано. Не надо никаких советов. Она знает, когда копить. Ну, естественно, настоящая женщина. У нас же есть немного, пока, к счастью, и других, которые и чужое могут потратить. Но настоящая наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить. Но я вас могу чем-то удивить. Знаете, можно по-народному сказать, грубовато как-то звучит, но я скажу цивильно. Женщины век короткий. Поэтому надо жить здесь и сейчас, заглядывая в люди. Спасибо большое. Спасибо большое.